Ну и сейчас к еще одним выборам. На этот раз в Донбассе. Сегодня там голосуют за глав Донецкой и Луганской народных республик. В ДНР также выбирают и депутатов Народного совета. Избирательные участки открылись буквально несколько минут назад. На прямой связи из Донецка Алексей Конопко. Алексей, приветствую. Есть ли уже люди на участках и какие там меры безопасности? Да, коллеги, здравствуйте. Люди на участке как раз начинают приходить. Действительно, открылись двери только 4 минуты назад. Ну а меры безопасности здесь, разумеется, усилены. Усилены в том числе и наряды полиции, правоохранительных органов здесь на участках. Перед голосованием члены Центра сберкома объезжали все места для голосования и проверяли в том числе и пожарную безопасность. Ну а здесь еще одна примета голосования в ДНР и, наверное, ЛНР тоже. На стендах, информационных стендах рядом с избирательными урнами не только план эвакуации из здания, но и проходу к ближайшим бомбоубежищам. Вот в такой обстановке проходят здесь выборы. Это, конечно, ожидаемо. 408 избирательных участков открылись только что на всей территории ДНР. Ну, точнее, должны были открыться. Дело в том, что работа идет в том числе и рядом с линией разграничения, а там совершенно спокойно не бывает никогда. Да, и вот насколько удалось начать работу везде, мы узнаем уже из брифинга главы Центра сберкома примерно через 20 минут. Но надо сказать, что один из самых сложных вопросов сегодня – это явка. Дело в том, что в ДНР проживает около двух миллионов человек. Ну, вот сколько точно сейчас не скажет никто. Но, тем не менее, по Конституции Республики порога явки нет. Так что достаточно будет посчитать именно соотношение голосов для того, чтобы выявить победителя. Но интересно, что на снижение этой самой явки очень активно работала и Украина, и даже куда более далекие страны. Например, посольство США в Киеве призвало жителей Донецка и Луганска не ходить на выборы в этот день. Ну, в СБУ, например, расклеивали листовки на линии разграничения за блокпостами. Листовки с угрозами, где писали, что вычислят всех, кто пошел сегодня отдавать свой голос. И якобы это уголовное преступление, предательство Родины. То есть людям вот дают такой выбор или больше никогда не пересекать границу, не ездить к своим родственникам. Или сегодня все-таки сделать свой выбор, отдать свой голос. Сегодня на пост главы Республики, главы Донецкой Народной Республики претендует пять человек. Это Денис Пушилин, нынешний в Рио главы. А еще Роман Евстифеев, ветеран правоохранительных органов и глава Союза ветеранов Афганистана Владимир Медведев, ветеран милиции. И до последнего времени заместитель министра образования ДНР Елена Шишкина, адвокат и судья Народного трибунала по расследованию преступлений Петра Порошенко. Ну а также Роман Хроменков, его называют одним из главных конкурентов Денис Пушилин на этих выборах. Он депутат Народного совета и лидер списка партии Свободы Донбасс. Кстати, это одна из двух политических сил, которые избираются сегодня как раз в парламент республики. Вторая это движение Донецкая республика. Вот они как раз и будут формировать депутатский корпус сегодня. Коллеги. За выборами следят международные наблюдатели. Что говорят они? Как оценивают подготовку? Да, действительно, международные наблюдатели будут сегодня на участках. Около несколько десятков человек из 14 стран прибывают сюда. Будут в том числе и депутаты Государственной Думы, и члены Совета Федерации России, ну а еще немцы, итальянцы, голландцы, бельгийцы. Есть даже депутаты Европарламента, члены крупных европейских партий, например, АДГ, Альтернатива для Германии. Это партия, которая в Федеративной Республике набирает популярность. Большая часть приехала накануне, но действительно некоторые были и заранее, и они могли видеть, как шла подготовка, как шла избирательная кампания, как шла агитация. Ну и они действительно признавали, что все это происходит в соответствии с международными нормами. Сегодня на участках они тоже могут видеть, что здесь, ну по крайней мере, внешне действительно придраться не к чему. Все то, что мы привыкли видеть на любых выборах, это и прозрачные урны, которые опечатывали утром, это и заверенные бюллетени, и вся информация о кандидатах на стендах. Так что действительно можно сказать, что выборы по форме проходят в соответствии со всеми нормами. Но, наверное, не стоит надеяться, что все это, и в том числе присутствие международных наблюдателей, поможет признанию этих выборов. На Западе, ну достаточно вспомнить, что, например, Федерико Магеринь уже говорила заранее, что Европа эти выборы не признает. Ну о том же говорили в том числе и в США, даже о беспокойности в Канаде высказывали. Интересно, кстати говоря, что глава СБУ заранее назвал и результаты этих выборов, и явку. Так что все по ту сторону границы уже известно, но, конечно, это не поможет признать эти выборы. И в первую очередь на Украине, что, наверное, интересует жителей Донецкой и Луганской коллеги. Спасибо, будем следить. Наш корреспондент рассказал, как проходят выборы в ДНР.